Получился интересный вариант скандинавской защиты против Алексея Равинского, вторая партия. Посмотрим, что здесь произойдёт. Хочу поставить слона на d6. Сам стратегический у чёрных неплохо, но всё-таки два слона белых тоже что-то-то значат. Я не уверен, что стоит архировать, может быть надо было крылья обратно на f8. Может быть и нет. Наверное, заброшу слона на f4. Хочу с g5 с следующим ходом отфиксировать слабый пункт. В целом, всё равно g5 можно, но слон f4 и ферзи f4. Да, поэтому пытается Алексей выдавить силой слона этого. Не хочется его выбирать. Прямо скажем, альтернатива коль-д5, но тогда совсем остаюсь без слонов, во-первых. А так там ещё c4 будет ход. Может быть придётся брать поэтому. Это брать очень обидно. Лекун д5, c4. Да, c4 там похоже нет нормального продолжения. Плохо пойдёт собрать. А, фиксём всё. Интересно. Просто с идеей забрать пешку. Если бы я не стал так долго думать, то и не намекнул бы Алексей на этот ход. Потому что фе выглядит более натурально с стратегической точки зрения. Но, ладно, защищу пешку. Сейчас конь перейдёт в район поле g6, например, или через b6 на d5, то будет совершенно неплохая позиция. Да, ну вот Алексей пытается сразу сбить ферзя. Неприятно. Попробую как-то на опережение сыграть. К сожалению, видимо, есть ферз с 1 сильный ход у белых. Понятно, что брать нельзя на ж 5 и закончить с 3. Фетического удара. А, решил всё-таки забрать. Но туда ферз с d5. В крайней мере, пешка вроде не отвалится. Рагуни в 6. Чудык-чудык, как ни странно, образовалась эта слабость на g5, которая редко бывает слабостью. Но в этой позиции есть с ней проблема. У белых, конечно, типичная неудачная пешка на h3. Посмотрим, чей козырь старше. Думаю, что старше козырь Алексеев. Не в последнюю очередь, потому что я вынужден отвлекаться на своё комментирование. Справедливости ради довольно отвратительное. Впрочем, это уже фишка этой рубрики. Хотя всего лишь третье видео. Кринь b8. f3. Теорис нахватайся, заберу. Не знаю, не по этой... Вряд ли это был зилок, судя по скорости исполнения. Да, c4. Теперь у меня нет нормального отхода для ферзя, чтобы держать... ...пешку на g5. Одну иду сюда. Под d5, прошу прощения, есть какой-то ход. Но... Не знаю. Ничего совсем страшного быть не должно. Пытаюсь отогнать в конец е2, потому что конь е2 расположен очень хорошо для обороны. Вот ферзь его защищает. Подкраживает d5, серьезно. Одну, беру ладью на h8, может быть, хочу ладью h1, у белых тоже есть король. Да, d5. Может быть, для веселья вообще попытаться проигнорировать это все. Это, конечно, очень опасно. Можно сыграть c5, это нормальный ход. Тогда будет просто похуже. Ладно, заберу. Очень сильно отстал по времени. Вот так, ну конь d5 тогда. Ферзь c7, король c7. Не знаю, может быть, стройная на c7, на c8 дайте. Сейчас конь d4 с большим эффектом приедет. Да, тут, конечно, уже пыда. Не успеваю ничего сделать. Конь идет на b5, вилки, связки. Ферзь b4. Напал на матк, кстати. Не похвей, какая игра. Ну да, ладья b3 просто заканчивает партию, потому что конь d4 защищен. Туда.